Ущерб репутации без видимых на то оснований. Именно так вкратце можно изложить суть претензий лаборатории Касперского к американскому правительству, наложившему запрет на использование продукции российской компании в госучреждениях. В США компанию Касперского заподозрили в тесных связях с Кремлем на фоне масштабного расследования о российском вмешательстве в американские выборы. Директива Министерства внутренней безопасности появилась в сентябре из-за опасений по поводу того, что программное обеспечение в сфере кибербезопасности, разработкой которого занимается лаборатория Касперского, может открыть возможности для российской шпионской деятельности и угрожает национальной безопасности США. Как сообщил глава отдела кибербезопасности Кристофер Крепс, почти все правительственные ведомства уже удалили антивирусы Касперского со своих устройств. Комментарий самого Евгения Касперского был опубликован в официальном твиттер-аккаунте лаборатории. Поскольку лаборатории Касперского не предоставили справедливой возможности ответить на обвинения, и никаких существенных доказательств для обоснования решения Министерства внутренней безопасности не предоставлено, наша компания будет защищать себя по данному делу. Мы продолжим заниматься тем, что действительно важно, делать мир безопаснее в борьбе с киберпреступностью. Запрет на продукцию Касперского стал одним из пунктов закона об оборонной политике, подписанного Трампом на прошлой неделе. Тем временем в Конгрессе расследуют очередной возможный сговор с российскими чиновниками. Правда, в этот раз речь идет не об избирательной кампании Дональда Трампа, а об баллотировавшейся на выборы от партии «Зеленых» Джилл Стайн, которая сидела за одним столом с президентом России Путиным и отстанным генералом Майклом Флинном на памятном ужине в Москве в 2015 году. Председатель Сенатского комитета по разведке, республиканец Ричард Берр заявил, что в данный момент ведется проверка. Демократ Марк Уорнер отметил лесные эпитеты со стороны Стайн в адрес основателя Викиликс Джулиана Ассанжа. Стайн в своем заявлении подчеркнула, что ее поездка в Россию не была никем оплачена и никаких гонораров она не получала. В комитете по разведке палаты представителей на этой неделе состоятся беседы с экс-руководителем демократической партии Дэби Вассерман Шульц и британским публицистом Робом Голдстоуном, который организовал скандальную встречу в Трамп Тауэр с участием Натальи Весельницкой. Общаться с ними, как ожидается, будут за закрытыми дверями. В то же время сразу трое конгрессменов-республиканцев выразили возмущение масштабами утечек из комитета по разведке. В заявлении на сайте конгрессмена Ли Зельдина в качестве примера сообщается, что 7 декабря даже во время 8-часовой беседы с Дональдом Трампом-младшим информация каким-то образом просачивалась в СМИ и соцсети. Конгрессмены настаивают на проверке и требуют отстранять от работы над российским расследованием как своих коллег, так и членов аппарата данного комитета, причастных к подобным утечкам. Дональд Трамп в своем твиттере расследования Конгресса и спецпрокурора Мюллера комментирует все реже, зато продолжает активно продвигать свою налоговую реформу перед судьбоносным голосованием в обеих палатах уже сегодня. Когда закон о налоговых сокращениях полностью осмыслит и оценит, фондовый рынок и экономика получат просторы для роста. Мгновенные инвестиции будут иметь существенное влияние. Это будут крупнейшие сокращения реформы, которые когда-либо принимались. Наслаждайтесь и создавайте множество прекрасных рабочих мест. Проблем с принятием законопроекта в палате представителей, как ожидается, не возникнет. Буквально в эти минуты должно состояться голосование, однако сюрпризы возможны все еще в Сенате. При этом лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл уже заявил, что республиканцы намерены перейти к голосованию уже сегодня, то есть завтра Дональд Трамп может получить законопроект на подпись. Продолжение следует...